Всех приветствую, мои родные, любимые и сердцем, дорогие христолюбчики, братцы, сестры в Христе и все люди на земле. Всем вам желаю всего самого доброго и светлого во все сферы вашей жизни, чтобы все у вас было хорошо. Мы с вами продолжаем цикл моих записей, видео, роликов, лекции, проповеди, монологов, как хотите, о йоге во Христе, о йоге глазами христианина, поводом к которому явился комментарий Елены с вопросами о том, как я отношусь к практике йоги и, по ему мнению, могут ли христиане заниматься восточным искусством. Мы с вами на сегодняшний день продвинулись до пятой ступени степени или ступеньки, как хотите, пути йога. Это пратья-хара мы сегодня будем изучать. Это отвлечение чувств от контакта с их объектами. Ну, на Excel файле все это выглядит вот так вот. Я вам уже показывал. Мы с вами сегодня пратья-хару пройдем и закончим. И нам останется всего три ступенечки. И давайте переходим. Ну, можем еще всплывающую подсказочку посмотреть. Или она сейчас у меня, наверное, не покажется. Сейчас, сейчас, сейчас. Пратья-хара – техника отвлечения чувств от объектов, на которых они обычно направлены. То есть мы с вами видим, дальше у нас будет дхарана, наоборот, целенаправленное сосредоточение ума. А здесь у нас будет отвлечение чувств от контакта с их объектами. Ну, и переходим с вами на сайт «Традиция надхов» или «Йога», можно его так назвать. Читаем, что здесь написано. Пратья-хара. Ну, в принципе, здесь что-то читать-то тут краткое. Ну, давайте и так, и так, чтобы увидеть, что они одно и то же пишут. Пратья-хара – это контроль чувств через контроль ума, так как ум, монаст, также считается одним из органов восприятия. Посредством пратья-хары сознание от ограниченных объектов перенаправляется к абсолюту. Ну, и по словарю еще раз у них читают. Пратья-хара – это пратьи обратно, а хара – забирание. Забирание чувств и ума обратно в атма. Ну, атма, помните, да, это самость, высшая душа, вечная, неизменная духовная сущность, индивидуума. Это контроль чувств через контроль ума. Обратите внимание, как написано, контроль чувств через контроль ума, не посредством ума, а через контроль. То есть мы контролируем ум, и, получается, контролируем чувство, контролируя ум. Так как ум, монаст, также считается одним из органов восприятия индрия. Посредством пратья-хары сознание от ограниченных объектов перенаправляется к абсолюту, состояние отрешенности от внешнего мира, конкретного объекта мысли, контроль над чувствами и ощущениями в практиках йоги. Ну, по поводу мира еще раз скажу. Как христианин, все, что мы читаем в Писаниях, особенно Нового Завета, Евангелия, о жизни и учении Иисуса Христа, послания и деяния апостолов, везде, где они употребляли слово «мир» и говорили об отречении от мира, и кто любит мир, в том нет любви и отче, вы помните такие знаменитые слова апостола на богословы и прочее, прочее. И Павел не раз употреблял это слово. Сам Иисус Христос говорил «вы не от мира сего». Когда речь идет о мире в Новом Завете, я хочу просто, чтобы вы четко себе уяснили, я, конечно же, при чтениях Нового Завета об этом не раз говорил и показывал уже в контекстах, но сейчас просто скажу. Там, конечно же, речь идет всегда, это синемичное слово, слово простому «грех», «зло», «порок» и так далее, да? Просто разные слова, как есть «свет», «святость», «совершенство», «добро», «любовь», «бог», «истина». Это тоже синемичные понятия. Хотя, казалось бы, как говорил апостол Павел, в мире нет ни одного слова просто так, да? Вроде как имеющего бытие, у каждого есть свое определение. На самом деле, мы столько слов придумали в мире люди, что они имеют порой либо синемичное, очень близкое понятие и определение, либо просто тупо из-за того, что мы говорим на разных языках, да, и пытаемся одно другое перевести и дать определение. А зачастую это говорится об одном и том же. Как вы видите, прочитали мы сегодня совсем немного, и надо, возможно, более глубже проваливаться и проникать в учения йоги. Сегодня мы этим заниматься не будем. Я скажу своими словами, мыслями уже христианина, вот о том, о чем, что можно было бы вложить в эту пратьяхару как положительной, тогда ее действительно можно было бы практиковать. Я еще раз скажу о том, о чем я уже даже, в принципе, в этом цикле говорил, но, естественно, говорю не раз как христианин. У человека есть, начнем с грубого, да? Вообще мир делится на видимый и невидимый. Не тонкий, не толстый, а видимый и невидимый. Есть грань, неощутимая, незримая и, в принципе, в бесконечности не имеющая сущности. Есть просто видимый и невидимый мир. Есть в бесконечности точка, через которую это проходит. Это все Бог. Бог и видим, и невидим. Бог всячески во всем. Мы тоже самое. Видимые, микробоги, и видимый, и невидимый. В нас есть обе эти природы. И сами мы, мы и проявления видимого, и видимые проявления Бога. И, в принципе, Бог непознаваем и невидим. Этот же Бог, как индивидуум, этот Бог Иисус Христос. Вот она природа бытия. Поэтому, что касается по плоти, опять-таки, увидев мир, в мире нет ничего злого самого в себе. Вопрос, как этим пользуется, во что это реализовывает свой невидимый мир, свободная человеческая душа, индивидуум, личность, я. Вот это вот я. Я – это совокупность моих выборов. Это и есть тот я, как мы говорили. Максимум, что мы можем свое я поделить на две части. Это нижнюю часть. Это анализы. Да, самообучение, которое проходит человек. До высшего я, которое потом, познавая опыт на бытие, извергать уже из себя я, что он творит. Естественно, самообучается это я очень легко посредством вот именно исхода из себя чего-то, добра или зла. К нему оно возвращается через вот эту вот плоть. Ощущение я. Это ощущение я. Их еще называют органами чувств. Чувствует само сердце, душа ее называют, да. Это чувство. А это органы чувств или ощущения. Глаза я ощущаю через тело. Тело и его свойства ощущать. Сердце, область души. Переживать, чувствовать. Нижняя часть духа или моего я, моего сознания, моей личности, моего индивидуума, моих выборов. Это я сначала анализирую все это, и потом, проходя этот анализ, я думаю, что мне делать, добро или зло. Я познал, что это такое. Что я дальше с этим буду делать? Я буду дальше извергать зло или добро. Вот и все. Вот вся природа бытия. По поводу контроля вот этого. Опять же, в йогизме это однозначно идет перекор вот этого контроля, от сознания, опять от решенности. Они под чувствами подразумевают желание. Но есть природа вот этих чувств всего, да. Желание все равно извергаю я. Я решаю кто, да. Конечно же, Иисус призывал этим я и всегда извергать из себя добро. Тут, знаете, конечно же, поговорить с человеком, вы можете просто, знаете, да понимать друг друга немного в понятиях. В принципе, я уверен, что, говоря вот на предмет этой теме с тем же йогом, я, в принципе, мог бы найти консенсус. Мы могли бы прийти к тому, что мы, в принципе, говорим об одном и том же. Но, зная вот это все, что мы с вами даже до этой ступени изучали, мы понимаем, что йоги, йогизм, йогическое мировоззрение, оно очень часто склоняется вот к этому от решения, от решения, как хотите, от видимого мира, пренебрежением, чуть ли не брезгливости, и чуть ли не вписывание во зло всего этого видимого. Это абсолютно не так, я об этом много раз говорил, да. Поэтому все, что человеку надо, ему не надо ничего. И ум свой, получается, то ли нижний, а не умом называют, как я вот называю, нижнее сознание, анализ. То есть я состою из того, что я анализирую входящую информацию, обучаюсь алгоритмам этим, да, познания добра и зла, и извергаю из себя что-то. Вот это и есть я. Я – это анализатор, и то, что дальше из меня выходит, мои решения. Вот это и есть я, самое настоящее я. Должно ли оно от чего-то отрекаться? Нет. Должно ли оно все это анализировать, делать правильные выводы? Да, оно должно выводить. Естественно, это я, вот оно, оно вверху, в самой области этого шара, в самом верху. Я потом выбираю, что из меня исходит. Поэтому Иисус и говорил не то, что входит в вас, и речь там совершенно не о пище шла, да, она там от пищи плавно перешла в области, вот именно, невидимого. А то, что исходит. Вот за это надо отвечать. Естественно, человек отвечает за то добро или зло, что исходит из него, изнутри. Вот и все. Контролировать ум. Я говорю, тут надо в йогу тоже настолько глубоко вникать во все определения, что они подразумевают под умом, вот как я вам сейчас описал, природу бытия, природу человека. Что они, как они на это подразделяют. В оконцовке, ты поговорив, я говорю, с ним, можете прийти к единомыслию. Но когда ты вот так читаешь это решенный текст, они все не совсем понятно. Они ум называют тоже, видите, областью, так как ум также считается одним из органов восприятия. Вы поговорите с каким-нибудь ученым, он вам скажет, что ум это не восприятие, а анализ. Вот именно. И кто-то скажет, что это просто такой генератор мыслей и идей. И уже вот это высшее «я» позволяет что-то. Я тогда вам скажу, что это действительно можно на три вообще области поделить. Нижний анализатор средненького шар разделить на три природы. Нижний анализ в то, что в него входит, так скажем, средний. Нет, потом эти мысли извергаются, и я наверху, как цербер, контроль, это есть я. Я решаю выйти этому из меня. Выйти из области невидимой, это видимый мир. Проецировать это посредством прохождения грани между видимым и невидимым миром. И через слово, или через любое дело, чтобы мое слово стало плотью. Чтобы любая моя мысль стала реальной, да, в видимом мире. Вот это вот «я», конечно же, должно господствовать над всем. Это символ на тот Адам, который господствует над Евой, да. Вот. И кто его действительно умом называет, духом. Я вообще это стараюсь уже никак не называть. Это есть я. Это есть я. Вот «я» – очень хорошее слово. Это я. Это я тот уникум, уникальный индивидуум, который и выбирает каждый раз между добром и злом. Познаю это добро и выбираю. Это и есть я. Совокупность моих выборов. И вот это вот «я», познавая добро и зло, должно прийти к совершенству избирания добра. То есть я абсолютно свободен. Бог абсолютно благ. Он может творить зло. Может. Он абсолютно свободен. Да. Но он всегда творит благо. Потому что благо – это счастье. Бог сам от этого счастлив. И счастлив мир вокруг него, которого он и создал, которым он в принципе является. И на самом деле не было времени, когда его не было. Вообще время – это понятие временное. Вот. Это все тайны до времени сокрыты. Потому что познаются они только опытом. И выходя вне времени, мы и познаем, что такое время. Потому что смотрим на него сверху. Так скажем. И здесь то же самое. Вот это вот «я», оно всегда над всем. И «я» – это совокупность моих выборов. И цель христианина, но вообще цель любого человека, просто христианам, я считаю, это открыто в полноте, это стать совершенным. Обладая абсолютной свободой, естественно, по природе и бессмертием, прийти в совершенство избрания блага. Познание, что такое благо, и его избрание. И тем самым становясь самим этой совокупностью природы абсолютного блага. Хотя при этом веки вечны, оставаясь свободным сделать зло. Но ты, в общем-то, тут такой зацикленный круг, наоборот, порог или счастье, что ты избираешь благо, сам становишься благим и счастливым. Потому что это благо, во-первых, к тебе возвращается, ты кого-то обнял, тебя обняли. И наоборот зло. Ты творишь зло, это зло к тебе возвращается, человек ударил, он ударит тебя в ответ. Просто порой на более сложных схемах мы этого не чувствуем. Мы думаем, что-то я там сделал, выкинул бумажку, да, или пластиковую бутылку, которая там тысячу лет не сгниет, никак будет валяться. Я другому зло сделал, он это видит. Я сам куда-то поехал, думаю, в красивые места поеду. И там это же, может сказать, моя бутылка валяется, хотя ее выкинул другой человек. Зло возвращается, это испортило мне вид. Да, это я беру лишь на, когда там этих бутылок тьма валяется и всяких бумажек. Зло делает меня несчастным, самого меня несчастным. Добро делает меня счастливым. Вот и все. Поэтому, что такое пратьяхара? Я говорю, не знаю, что там йоги до конца в нее вкладывают. Я, конечно же, сейчас скажу уже своим языком. Именно от незнания я не могу дать точное определение этой пратьяхаре. Да, что они подразумевают. Но вот сказав то, что сказал я, конечно же, опять же, велика ли тут практика? Человек должен просто прийти, достигнуть этого познания, сознания теоретического и реализовать его в своей жизни. То есть человек должен понять, что ты бессмертие. Что ты свободен, конечно, разбирать добро, между добром и злом. Но избирая добро, ты будешь всегда благ, в веки вечные. Потому что ты вечен. Вот и все. Добро самого тебя делает мир вокруг тебя лучше. И этот мир доставляет тебе счастье и радость. Мы же все хотим жить. Посмотрите на государство, чтобы все было правильно, все хорошо, все кругом были добрые. Кругом был мир, любовь, доброта и радость, какие-то удовольствия всем доступные. Так вот, ты твори это добро вокруг себя. В себе, вокруг себя. Вот и все. Поэтому ты не контролируешь никакой ум. Ты просто принимаешь решение, как я вам говорил, ты принимаешь бытие. Что ты бессмертен, что ты свободен. И все, что от тебя зависит, от твоего я действительно, творить добро. Вот и все. И всю свою природу, все свои деяния, все свои мысли направлять только на это. И это поначалу может оказаться какими-то упражнениями, ограничениями. Потом я говорю, ты сам понимаешь, что творение блага делает тебя благим. И ты просто уже это делаешь. Тебе не надо ничего контролировать. Ты не контролируешь себя, не делает зло. Ты от зла вот так шарахаешься. Ты его не извергаешь из себя. И ты не борешься, чтобы не извергать. Это уже потихоньку становится частью этого природы, потому что ты просто сам это все понял. Вот и все. Я, казалось бы, упражнения, когда ты занимаешься, все сильнее, все, ты больше нагрузки делаешь. Нет, природа бытия такая, что чем ты больше освобождаешься, становишься благим, добрым, светлым, чистым, святым, тем ты, наоборот, перестаешь упражняться. Это, оказывается, просто естественно. И это благо. И как Иисус сказал, что «Игое мое благо, а время мое легко». И поэтому вот эта вся упражняловка, казалось бы, с годами должна все больше нагрузки, все тяжелее тебя быть. Нет, ты, наоборот, освобождаешься, становишься абсолютно счастливым. Поэтому вот этим, конечно же, я рекомендую не просто заниматься. А христианин может этим заниматься, обязан этим заниматься и должен этим заниматься. В частности, про тяхару, что они там контролируют, как они там контролируют, соум. Да, вот эти там и в псевдо-христианстве, в православии, протестантизме, католицизме, там есть свои загоны. Потому что, я говорю, в нас действительно есть этот ум какой-то, образно говоря, мысли сами рождаются. И они еще не делают тебя греховными. Там тоже целая болячка. Но это у меня есть отдельный проповедь уже, если кто-то кого заинтересует, послушать мои мысли, как христианина. Там я целиком уже раскрываюсь. Человек не грешен, то, что в нем самом возникают какие-то неправильные мысли. Вопрос, как он относится к этим мыслям. Хочешь ты или не хочешь, ты стоишь, как цербер, на контроле этих мыслей. Ты в оконцовке принимаешь решение. Эти мысли могут быть не твои. Ты можешь что-то услышать недоброе. Недобрый совет. Тебе кто-то может из родственников, близких родственников дать неправильный совет. Ты же его уже услышал. Ты что, осквернился? Нет. Ты осквернишься только тогда и станешь тьмою, когда ты из себя изрекешь зло. Когда твое я примет решение вот это вот реализовать. Ты же даже не ожидал, что твой родственник сейчас тебе такое вот насоветует. Ты еще этим не стал скверным от этого и хуже. Хуже ты станешь тогда, когда ты последуешь, если этот совет злой, и ты ему последуешь. И реализуешь в своей жизни недобро. Вот и все. Поэтому что значит контролировать? Тот же самый ум, он, это часть природы, да, человека. Рождение вот этих мыслей, пульсации вечные. Но когда ты со временем свою жизнь преображаешь, у тебя и пульсации эти пропадают, да. Ты не хочешь творить зла, и уже ум как будто меняется в соответствии с твоим вот этим я, сознанием, осознанностью и индивидуумом. Он сам очищается, действительно. Ну, Господь и говорил, что есть умное сердце, оно должно очиститься, и такие заряды Бога, да. Хотя, кто и знает, вот жизнь-то сам себя анализирует. Казалось бы, да ты в жизни никогда воровать не будешь, но к тебе может мысль прийти. Вот ты просто идешь и взять, ты что-то увидел. Ты еще этими мыслями, эту природу, этих мыслей никто не знает. Это просто, да, орган, который вот рожает эти мысли, вот и все. Ты это тот, кто ты решаешь, что делать с этими мыслями. Поэтому там тоже самое сексуальные помыслы в грех записывают только потому, что они просто рождаются в голове или в сердце у человека, у христианина в частности. Поэтому там все христиане супергрешники, грешники, супергрешники, да. Сами эти мысли еще тебе не скверняют. Если они тебя не рождали, ты бы не хотел бы жениться, выходить замуж, да, получать удовольствие от этой интимной сексуальной близости со своим партнером, как угодно это называют, да. Да, мужем или женой. От того, что ты сегодня не женатые, они не перестают к тебе приходить. И не приходят тогда, только когда ты женишься или выходишь замуж. Они просто приходят, это часть природы. Вот и все. Поэтому приходят мысли и хорошие, и плохие. Причем в самой мысли там секса, что плохого. Разве это не часть природы человека? У тебя мысль пришла покушать. Вопрос, когда она пришла. И кто на себя обращал внимание, ты, казалось бы, ешь или уже закончил еду. А мысль придет, а еще покушать. Да ты уже живот вот такой вот. Чего-нибудь еще покушать. Ты сам над собой смеешься, говоришь, ага, отойди от меня. Чего покушать уже некуда. Сейчас еще раз откушу, у меня обратно все это полезет. А мысли приходят. Мысли сами по себе, они не грешны. Они не скверняют дух человека, его индивидуумы, его сознание, его, как хотите, нус, греческое слово, его я. А вот когда ты уже через вот так вот у тебя, а ты еще засовываешь в себя, вот это скверняет человека, да, ты как необузданная дырка. Это у меня все. Поэтому, ну, ответить я уже ответил, как мог, на вопрос с Еленой, да, что такое йога. Мы посмотрели, вот это пратья-хара, обуздание, через обуздание ума, обуздание чувств, через контроль ума, контроль чувств. Ну, да, в принципе, можно так сказать, что это вот, в принципе, наверное, то, что, о чем я вам сказал, если йога именно вот это подразумевает, то, да, такой йогой должен заниматься, может заниматься христианин, не может, а должен, конечно же. Ты и есть тот, кто ты есть, то, что ты выбираешь. Человек – это его дела, это его выборы. Каждую секунду, миллион в день выборов мы совершаем, сделай то-то или то-то. Вот это и есть человек. Должен ты это контролировать. Если хочешь быть счастливым, конечно, должен. И должен ты всегда изрекать из себя одно добро. Любовь, радость, мир, крото, смирение, терпение. Будешь сам счастлив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok